Девушки отдыхают И как? Как тебе на наших алматинских дорогах? Слушай, ну я добропорядочный автолюбитель, так скажем, да, я не нарушаю, у меня нет штрафов, меня практически никогда не оставляют гаишники, то есть все нормально, но я частенько злюсь на некоторых наших персонажей за рулем, потому что они, мне кажется, очень некорректно ведут себя на дороге, мягко говоря. Удивительно, удивительно слышать от женщины, что у нее нет штрафов и, да, такой светлой и красивой женщины. Слушай, ну я женщин за рулем вообще не люблю, на самом деле, то есть мне кажется, что они все плохо водят. Ксения, а вот ты когда водишь свой автомобиль, какую музыку ты предпочитаешь слушать? На самом деле у меня есть такая беда в машине, у меня машина американская, и там ловят только четные радиостанции, а нет, не четные, а радио, мое любимое, которое я обычно слушаю, оно почему-то вот на четной частоте, и мне приходится мучиться. Приходится слушать радио «Шалкар» 106,5. Подожди, а скажи, а у тебя есть музыкальное образование? Слушай, нет, нету. Я так себе, да, талантливая просто, и все. Вот такая я родилась сразу. Да, да, да. Я считаю, что это не нужно, на самом деле, чтобы стать тем, кем там ты хочешь стать, то есть, например, даже группа там «Битлз», да, или там группа «Дос Мукасан», кстати, у них никого нет в музыкальном образовании, представляете, и нормально живут ребята. Легенды, прекрасно. Водовки, да, и... То есть, я считаю, что это не порог. И веришь ли ты в гороскоп вообще? О, гороскоп, это больной вопрос, мне кажется. Слушайте, ну, у меня есть знакомая, подруга, вернее, да, которая сильно верит в гороскопы, она их буквально сама составляет, она вот, она прямо вот сразу, сходу там, знакомится с человеком и говорит, кто по гороскопу? Вернее, даже она не так, она сразу «Скажи там что-нибудь», а она сразу «Лев», говорит там «Рак, ты мне не подходишь, извини». Ну, все, разворчатся, уходят, я говорю, подожди, подожди, подожди. Да, так-то другой разговор. Да, то есть, мне немножко вот это вот передалось от нее, то есть, я тоже иногда так, вроде бы, внимательно слушаю, так, а потом «А кто-то по гороскопу?» И человек сразу, ну, там, я тот иду, а, ну, ладно, можно общаться. На самом деле, мы с своим мужем не подходим по гороскопу, мы живем счастливо, нормально, поэтому я вот не верю, уже. Ну, потому что я лично тоже не верю в гороскопы, мне кажется, ну, это просто брехня. Ну, иногда правда. Ну, иногда, ну, хорошо, вот ты кто по гороскопу? Я стрелец. Я дева, а ты? Рыбы. Мы не подходим друг к другу с вами вообще, да. Ну, вот вы можете, я так. Ну, ладно, все. Ксения, вот ты сейчас телеведущая, в прошлом ты популярнейшая певица в составе группы «Рахат Луком». И во многом ты запомнилась именно нашим зрителям в составе этой группы. Тебя сейчас это не смущает, что ассоциирует тебя с той самой группой? Да, мне кажется, уже не ассоциирует. Это так давно было уже неправда. Наверное, больше... Говорят, ой, это же с «Рахат Луком». Нет, больше с телеведуществом, вот с этим вот немножечко. То есть, да, больше. Так что «Рахат Луком» это где-то уже так в прошлом давно. То есть, я, да, я была там. Спасибо всем. Все свободны, все. Скажи, а почему вот ты решила уйти из группы? Как это вообще все произошло? Решила уйти. Ну, мне кажется, просто группа прекратила свое существование в один прекрасный момент. Потому что вот все уже изжило у себя. Перестали справляться просто со своими задачами все административные ресурсы. Они виноваты. Мы были хорошие. Хотя корректно сгадает, не знаю, как это. Да, ну, в общем, как-то все пошло, в общем, на спад. Просто из-за того, что группа передавалась из рук в руки постоянно. То есть, кто-то платил и хотел там поиметь деньги какие-то. Да, потом в итоге все как-то пришло в упадок. И был состав хороший, да, просто его нужно было сохранить. Ну, все ушли туда, где было лучше. Соответственно, все закончилось благополучно. Но я могу сказать, что я единственная, кто... Вот уже 14-й год, да. Типа, я там могу назвать, что в составе Рахатлукума. То есть, я не уходила. И самый единственный участник, который там оставался всю жизнь. То есть, сейчас группа Рахатлукума – это Ксения Сухомазова, да? Да. Нет, ну, девчонки, кто-кто поедет? Там гастроли. Давайте. Да, я, 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 я здесь. Я готова, я, я. Да, да, так и было на самом деле. А кто еще поедет? Не знаю. Да, ну, они все стрёмные. Да, я поеду. Все, да. То есть, ну... Друзья, мы прерываемся на небольшой репортаж наших утренних корреспондентов. Вернемся буквально через мгновение. Хорошая музыка задает хорошее настроение. Поэтому самое время сейчас отправиться в магазин, чтобы посмотреть последние новинки, которые можно купить и послушать, подняв себе настроение. Меня зовут Роман Рафель. И добро пожаловать в наш музыкальный киоск. Ну, начать я предлагаю с диско-группы «Постель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, что вам сказать про «Бастиль»? Хорошая английская группа, делают инди-рок. Начали работать в 2010 году. Успели уже завоевать огромное количество наград. Брит и Уорс, в частности. Номинировались на World Music Awards. Правда, ничего не взяли, но это не важно. Этот релиз вышел не вчера, но здесь интересно тем, что здесь два диска. Первый – это оригинальная пластинка, дебютная их 2012 года. А вот вторая – совершенно новый материал, среди которого «Off the Night». Шикарный трек, в котором они смиксовали целых два классических танцевальных хита 90-х годов. От «Снэп» и «Корона». Будет интересно послушать в рок-версии. А теперь переходим к «Гус-гус». Это сам диск? Угу. Угу. Бластинка группы «Гус-гус». Исландские ребята из реки Явика. Им уже, кстати, 20 лет. Первоначально собирались для того, чтобы кино снимать, а вышла музыка. И, кстати, интересно, что в составе их было порою до 12 человек. Вот такой гигантский бэнд. Играют электронную музыку, очень хорошую. Пластинок у них очень много. Поэтому критики, естественно, вот эту новую, которая вышла этим летом буквально, ну, мягко говоря, не очень высоко оценили. А мне очень понравилось, рекомендую. А продолжим мы уже вместе со Skrillex. Что до Skrillex, то могу рассказать вам, что ему 26 лет, потрясающе модный продюсер танцевальной музыки из Америки, он из Калифорнии. Успел уже отхватить, вы не поверите, 6 Грэмми. И причем все это буквально за последние 2 года. 2 года назад вышел его Hit Promises, и с тех пор пошло-поехало. Это его первая дебютная, полномасштабная, большая по объему пластинка. Так что рекомендую. И, кстати, если говорить о личной жизни, то он пытался закрутить роман с британской Дивой или Голдинг. Но у них ничего не вошло, потому что и у нее, и у него сложнейший гастрольный график. В общем, эти 3 диска я беру себе, чего и вам желаю. А вот эти 2 обязательно иметь каждому меломану у себя в коллекции. Вот это отличная казахстанская музыка. Пусть и не вчера выпущенная, группа Monaxide. Отличный альбом Life's So Good. Жизнь прекрасна. Он действительно в хорошем настроении и поднимает его. Музыка на стыке джаза, хип-хопа и, конечно же, фанка. А эта пластинка, она была издана еще в далеком 78-80-м годах по разным источникам, по-разному. Zodiac – рижская группа, которая играет потрясающе инструментальную музыку, к тому же электронную. Рекомендую. В общем, я надеюсь, что вот эти рекомендации, они вам сослужат хорошую службу. И благодаря этой музыке вы поднимете себе настроение и заодно узнаете что-то новое. Спасибо. В эфире Жанна Кун и у нас в гостях Ксения Сухомазова. Ксения, скажи мне, пожалуйста, после музыкальной карьеры сложно ли было тебе самостоятельно начинать телевизионную? Ну, скажем так, что телевизионная моя карьера начиналась параллельно. Да, то есть когда-то, то есть будучи уже, наверное, ну лет, наверное, пять в группе Рохотлуком, то есть я подумала, почему бы мне стать ведущей? То есть я думаю, окей, пойду. То есть услышала, что идет кастинг, сама лично прошла, без всяких связей, ничего, готовилась там кастинге, стояла там по пять часов, все нормально. В общем, я прошла сама лично и стала ведущей, что, конечно, мне самой для себя льстит даже как-то. Вот, так что все было по-честному, все по правилам. Ксения, скажи, пожалуйста, в каких амплуатах ты себя хотела бы так же реализовать, как и музыкант, телеведущий? Что еще? Ну, что еще у нас есть в шоу-бизнесе? Конечно же, это телевидение кино, да, кино. Давайте, я уже снялась в сериале, который выходил на телеканале Хабар, назывался он «Возвращение». Прямо мне очень понравилась там моя роль, я играла юриста. У меня такая была очень серьезная, да. То есть, мне кажется, у меня получилось неплохо, вот. Я бы хотела, не знаю, насколько это сейчас возможно в нашем казахстанском кино, сыграть тоже какую-то такую роль. То есть, мне кажется, вообще, я очень талантливая актриса. Привет. Вы слышали? Вот, и я бы очень хотела. То есть, следующий мой шаг, это будет кино. То есть, причем какое-нибудь нормальное кино, потому что уже, я все надоело, хочу нормального кино. То есть, ты не думаешь, что придется за нормальным кино ехать в Голливуд, нет? Ты веришь в наш казахстанский кинематограф? Я думаю, что надо начинать, да, уже начинать, поднимать и с чего-то вообще. А может быть режиссером? Самой снять фильм? Я думаю, сейчас мне надо понять вот эту всю кухню. То есть, примерно я понимаю, да, как это все там делается, но я думаю, что нужно еще вот внедриться туда, чтобы еще потом... То есть, начать снизу, да? Чтобы указывать потом режиссера, так, кто так режиссирует? Давайте я вам сейчас покажу, как надо. Да, дайте мне рупор. Да, да, да. Все я сейчас покажу. Ксения, о твоих, да, личный вопрос, о твоей свадьбе писали все газеты. Да, да. Да, вот расскажи теперь ты от первого лица, как все прошло? Как раз именно сегодня у нас два года со дня нашей свадьбы. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо большое, друзья. Было достаточно неординарно. То есть, мы делали такую свадьбу, она была фуршетного типа, да, то есть, все люди ходили, то есть, там кто хотел, там сидел и так далее. То есть, у нас было такое все. Мы пригласили только друзей, родственников было там только самые близкие. Покероспособные. Да, то есть, и у нас было, знаете, у нас, кстати, был такой момент, мой муж выбрасывал телевизор в фонтан. То есть, это была как бы такая тоже, мы придумали с вами примету и сами в нее поверили. Это как, знаете, как вот жених там подвеску кидает своим друзьям, там, где женщина бросает букет с подругами. Ну, то есть, мой муж также выбросил телевизор, то есть, типа, бытовуха, уходи, что-то типа такого. Телевизор с включенным каким-нибудь матчем, да, что вот я обещаю, не буду. Типа того, да. То есть, я не буду смотреть телевизор, там и присидеть перед ним целыми днями, то есть, вот, до свидания. А ты бросала букет или микроволновку? Не хочу стирать машину. Не хочу стирать. А я тоже не хочу. Ядро, тряпка. Никакой бытовухи. Да, 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 да. Ну, я так по стареночке букет киданула, потому что мне не дали, стирали машину, ничего такого бытовой техники больше выкинули. Телевизор один был старый, нашли и выкинули. Ксения, есть такой оригинальный вопрос. Самое интересное. Какие планы у тебя на будущее? Еще одна творчество, которой я занимаюсь, это группа iFly, да, то есть, в которой я пою. Да, 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 мы слышали. И вот у меня вот с этой группой сейчас связано, наверное, больше творчества, чем вообще с чем-либо в моей жизни. То есть, вот этот как раз такой творческий процесс. Своя отдушина, да? Ты там наслаждаешься. То есть, там у нас, знаете, даже дело так происходит. А давайте снимем клип, давайте. Что там будет, давайте все обсудим это. Давайте. А сегодня нет муза, не будем обсуждать, давайте. А мы давайте вот так. Все, классно, классно придумали, все хорошо, на следующий день. Что-то не то. Нет. И вообще, аранжировка тоже не та, мы ее переделаем, все, знаете, то есть, это вообще. И вот так вот может длиться целый год. То есть, мы не, это не то уже, потом через год это уже не актуально, давайте вот так вот. То есть, это прямо реально такой творческий процесс. И мы никак не можем со всеми ребятами прийти к какому-то общему мнению, чтобы что-то уже получилось. Чтобы что-то слепить. В итоге сколько песен уже написали? У нас уже 12 песен записано. Так это же альбом. Ну, вы 12 лет существуете? Вот опять, нет. Как это принято в казахском шоу-бизнесе, да? Вот опять же, альбом, да, то есть, у нас, ну, группа условно существует 3 года, да? 12 песен есть, хорошо, давайте сделаем альбом, давайте. А вот эти песни уже старовато слушаются. Давайте переделаем аранжировку, давайте. И все начинается заново, понимаете? То есть, и вот эта вот проблема у нас такая. То есть, процесс кипит. Ну, это же, ну, лично мне очень импонирует вообще такая постановка. Но, наверное, это... Ну, прогресса какого-то нет, понимаете? Да, и сложно, наверное, на этом как-то и зарабатывать деньги. Нет, мы на этом сразу изначально поставили себе, даже не ставили себе цель, можно сказать, так, зарабатывать на этом деньги. То есть, нам это, ну, как бы, может быть, и хотелось бы, да, как-то, но мы понимаем, что та музыка, которую делаем мы, она будет интересна небольшой аудитории. Так, и что же, в каких стилях вы работаете? У нас, я не знаю, я не могу даже, у нас разные стили. То есть, у нас каждый там человек найдет для себя какую-то вот ему понравившуюся песню. Ксения, ну, очень приятно было тебя видеть сегодня. Взаимно. Утром у нас в гостях. От себя хочу сказать, что ты очень приятная девушка, честная и крутая. Спасибо. Вы мне тоже понравились. Так что тебе респект. Приходите в гости. Ксения, с сегодняшним утром, если у тебя есть какие-то пожелания всей стране. Дорогие друзья, в это замечательное осеннее утро я бы хотела пожелать вам хорошего настроения, побольше, наверное, каких-то позитивных эмоций. И чтобы вам сегодня встречались, да и не только сегодня, наверное, а вообще всю неделю, месяц, а может быть и последующий год, только хорошие люди. Это очень важно. Потому что, когда плохие встречаются, ну, они портятся, все портятся сразу. Поэтому только хорошие настроения, только хорошие люди. Друзья, у нас в гостях была позитивная, очаровательная певица, телеведущая Ксения Сухомазова. Мы продолжаем наш эфир и передаем эстафету нашим коллегам.